Тема строительства мусороперерабатывающего завода и полигона для твердых бытовых отходов близ Рикосихи продолжает волновать дачников Северодвинска. На уходящей неделе презентацию проекта для группы активистов в правительстве региона провел областной министр природных ресурсов и ЛПК Константин Доронин. Людям показали ролик о том, что свалка будет современной, безопасной, обустроенной по немецким технологиям и мусороперерабатывающий комплекс, соответствующий. По словам министра, на своих окраинах Северодвинск, Архангельск и Новодвинск за год сваливают почти 220 тысяч тонн мусора. Его-то и планируют отвозить и перерабатывать на новом комплексе. А район Рикосихи выбран не случайно. 40 гектаров идеальной земли, отдаленность от больших населенных пунктов, наличие подъездных путей. Своими коленями я ползал, грубо говоря, за 4 года, как инженер, всю Архангельскую область и вот остановились на этом участке. Потому что и по строительным нормативам, и по экологическим, грубо говоря, очень подходит. Мы эти свалки существующие рекультивируем, чтобы негативного воздействия на окружающую среду, которую сейчас они оказывают, как бы не было. Поэтому ставится вопрос о создании современного полигона и о закрытии этих существующих свалок, которые никаким нормам сейчас не соответствуют. Но дачники не согласны с выбором места и не верят в новые технологии. Они собрали уже более 2,5 тысяч подписей против размещения полигона ТБО и мусороперерабатывающего завода на Рикосихе. Продолжить разговор они предлагают на публичных слушаниях в Северодвинске, куда в письменном виде пригласили министра природных ресурсов ЛПК Доронина. Главный аргумент, чтобы у нас оставить хотя бы где можно отдохнуть человеку, именно выехать в чистый уголок. В Котласе на дневной прогулке в детском саду 6-летний ребенок получил травму – перелом ключицы. Обнаружилось это только под конец рабочего дня, когда мама привезла сына в приемный покой Котласской городской больницы. После детского сада родители обратились в приемное отделение по рекомендации работников детского сада. Значит, ему были проведены немодействительные диагностические мероприятия, диагностирован вот перелом левой ключицы и наложена иммобилизация. В дальнейшем он проходил лечение в детской поликлинике и завершил его с выздоровлением. Факт несвоевременного оказания медицинской помощи был подтвержден в ходе прокурорской проверки. Виновные уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Медсестра в детском саду больше не работает. Наказан и руководитель дошкольного учреждения. 9 марта 2017 года мировым судьей судебного участка номер 2, исполняющий обязанности руководителя образовательной организации, признана виновной в совершении данного правонарушения с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. В Коряжме на уходящей неделе стартовала 6-я спартакиада воспитанников детских домов Архангельской области «Будущее со спортом». Отборочный тур для Южной конференции. Участвуют команды из Яринска, Сальвичегодска, Котласа, Коряжмы, Илинска-Подомского и впервые сборная Красноборска. Открыли спартакиаду игры по флорболу. Кроме этого будут лыжные гонки, настольный теннис, дартс, баскетбол, легкая атлетика, мини-футбол. Организаторам сразу удалось создать на соревнованиях дружескую атмосферу. В то же время все команды настроены решительно. Не секрет, что наш Яринский детский дом – один из сильнейших детских домов, который занял первое место в финальных соревнованиях, которые прошли недавно в декабре в городе Коряжма. Поэтому мы преследуем самые высокие цели – это победа. Я думаю, что эмоций будет очень много. Запомнится сегодня эти матчи. В общем, я не знаю, но победим мы в любом случае. Встречи в рамках отборочного этапа будут продолжаться до 20 мая. Сильнейшие представители Южной конференции отправятся в финал спартакиады, который пройдет в Северодвинске в декабре этого года. Старшие ученики Вельской художественной школы готовятся сейчас к выпускным экзаменам. Этому учреждению в 2017-м исполняется 42 года, что означает крепкие традиции, устои и достижения. Главное, ребята получают здесь качественное академическое образование по классу рисунок, живопись, композиция, скульптура. И имеют высокие шансы для продолжения обучения в профильных техникумах и вузах. Дети-то стали другие. Детишки немножко другие. Они уже, ну не знаю, может они повзрослее немного. Мне так кажется. Или я глупее становлюсь, не знаю. Они меня уже жизнь учат, что-то рассказывают. Уже у них нужно учиться многим вещам. А у тебя начинают лучше работать, допустим, глазомеры. Это в очень многих профессиях может пригодиться цвета. Ты начинаешь видеть немного по-другому. Ты начинаешь видеть какие-то дополнительные вещи, которые раньше ты мог просто не замечать. А в Новодвинске совет ветеранов архангельского ЦБК провел конкурс «А ну-ка бабушки». Это командное состязание, подготовка к которому уже стала для участниц событием. Ведь нужно было придумать костюмы, девиз, название команды, разучить тексты выступлений и песен. Дачный сезон еще не начался, а долгая зима надоела. Так что бабушки с удовольствием включились в процесс. Получился добрый праздник с приставкой «В первый, но не в последний раз». Хотели выглядеть, ну как бабушки, но получились как дамочки. Ну ничего, вообще девочки у нас серьезные, активные такие. И слова, конечно, учили эту неделю усиленно.